Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как ускорить созревание ремонтантной малины. Первое, что нужно сделать, это выбрать хорошее место посадки, а именно выбрать солнечное место. Тогда малина будет хорошо расти и плодоносить. Второе, нужно обязательно замульчировать почву. Это сохраняет влагу в почве, избавляет нас от прополок и экономит время. Третье, что мы делаем, в обязательном порядке мы удаляем лишнюю прикорневую поросель. Удаляем все слабые ветви, тонкие. Удаляя лишнюю поросель, мы обеспечиваем хорошее продувание кустов, а также обеспечиваем приток питательных веществ для формирования цветов и ягод. В обязательном порядке удаляем нижние листья на стеблях малины. Это также обеспечивает приток питательных веществ для формирования ягод и соцветий, обеспечивает поступление солнечного света. И особенно важно удалять листья для предотвращения развития грибковых заболеваний, таких как дизмела. Также малину следует подвязывать. Это нужно для того, чтобы ягоды получали больше солнца, а также ветви не ложились на землю под нагрузкой, ягода оставалась чистой. Загоняем в землю. Берем шпагат, протягиваем под веткой. Скручиваем восьмеркой и обвязываем в акул полышка. Вот так. В период плодоношения и цветения малина нуждается в подкормках калинофосфорными удобрениями, либо можно использовать золу. Для чего это нужно? Чтобы ягода была сладкая и транспортабельная. Вносим по 30 грамм на квадратный метр. Иногда случается, что малина не успевает вызреть до наступления заморозков. У меня есть способ, как все-таки спасти ягоду. Выбираем побег с недозревшими ягодами, срезаем его и ставим в емкости с водой. Вот заносим в помещение, это может быть дом или утепленная лоджия. И ягоды, которые уже сформировались, будут постепенно зреть, и мы будем урожай малины собирать дома. Второй сорт также швейцарской селекции – химбатоп. Химбатоп имеет колоссальную урожайность ягод. С одного куста можно получить до 6 килограмм хорошие товарные ягоды. Имеют мощную силу роста, но небольшим недостатком этого сорта является склонность к полиганию. Обязательно выращивание на шпалере. Все перечисленные рекомендации следует проводить в период цветения и плодоношения ремонтантной малины. А именно, мы проводим обрезку и удаление нижних листьев, слабой корневой поросли. Проводим мульчирование и подкормку золою. А также проводим подвязку стеблей малины. Если вы хотите получить такую же красивую товарную ягоду, воспользуйтесь моими рекомендациями. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Богатых урожаев и всего наилучшего!